Приветствую вас, и поскольку вы задали вопрос в разделе психологии, то, соответственно, для ответа вам нужен материал для анализа. Вы представили информации о себе очень мало, и поэтому помочь вам дать какой-то ответ, рекомендацию, конкретно подходящую для вас, достаточно сложно. Именно потому, что ваш вопрос, он слишком общий. Вы пишете, не могу устроить самоработу. Сразу возникает вопрос, почему? Видимо, вы пытались, пытались, вы, видимо, не один раз отстроились на работу, но что-то всегда шло не так. Что-то мешает вам на нее устроиться. Соответственно, возникает вопрос, что именно мешает. Возможно, вы сами этого не знаете, возможно, вы сами не отдаете себе отсчета в том, что стоит на пути вашего устройства на работу. И тогда очень нужно, очень желательно, чтобы вы рассказали нам, как протекают ваши попытки устроиться на работу. Что вы делаете, что говорите, как себя проявляете, как проявляет себя по отношению к вам работодатель, в каком месте начинаются проблемы, когда все хорошо и так далее. Это, что касается невозможности устроиться на работу. Что касается второй части вопроса, не верю в свои силы. Значит, как? Верить или не верить, это личное дело каждого. То есть вера, это кому-то помогает, вера, кому-то нет, она зависит от человека. Давайте мы с вами будем опираться не на веру, которая вам до сих пор не помогла, а все-таки на то, что у вас действительно есть. На то, какие у вас способности, на то, какие у вас склонности, на то, какие у вас, например, сильные стороны и так далее. То есть давайте попробуем для себя определить вот эти моменты, моменты такого плана, чтобы четко понимать, в чем ваши плюсы и в чем ваши минусы. Если угодно, можно даже на листке бумаги это написать, с одной стороны плюсы, с другой стороны минусы. И вот смотрите на свои плюсы, которые у вас есть. И сразу, сразу в сознании будут всплывать возможные способы того, как можно, например, это улучшить. Как можно, например, это усилить. Как можно развить свои способности больше, чем они есть сейчас. Какая для этого нужна, например, деятельность. Что от вас требуется. Какие, ну, не для этого задачи выполнить, чтобы развивать свои способности дальше, чтобы усиливать свои сильные стороны. Это одно. Далее, недостатки. Недостатки всегда делятся на две части. Первая, это та, которая является как бы самостоятельной. То есть недостатки, которые вам вредят. А вторая, недостатки, это те, которые являются продолжением ваших достоинств. То есть те, которые являются оборотной стороной. Негативным, но естественным последствиям ваших позитивных сторон. Потому что любая позитивная сторона, любая изначально позитивная сторона, может быть обращена в негативное направление при наличии определенных условий. Даже, например, такой момент, как, ну, даже такой подкровенно позитивный момент, как стремление человека, допустим, к справедливости. То есть вот человек справедливый, да, человек любит справедливость. Человек считает, что справедливость это, вот, прямо, едва ли не самая высшая, самая большая ценность. Ну, человек так считает. И это его право. Хорошо, что он так считает. Молодец, что он так считает. И его люди уважают за это, за то, что он так считает. Но нужно понимать, что его, вот эта вот, вот эта вот склонность, его вот это вот стремление к справедливости, оно может обернуться и чем-то негативным для него самого. И для окружающих людей, кстати говоря, то. Чем это связано? С тем, что в определенных обстоятельствах, в определенных моментах, одни и те же качества могут выступать по-разному. И поскольку, и поскольку человек, если он, например, перестанет стремиться к справедливости, он перестанет быть собой. Это значит, что ему необходимо сохранять свое стремление к справедливости, дабы оставаться с собой, но при этом принять тот факт, что где-то это может выступать негативно-негативно. И вам такие вот негативные моменты, которые являются оборотной стороной ваших положительных сфер, тоже нужно принять. Естественно, желательно это сделать. Не так, конечно, что прямо вы должны. Но нужно. Потому что вам было легче. Что делать с теми негативными чертами, которые являются сами по себе отдельным? А вот их нужно купировать. Их нужно купировать, их нужно уменьшать, их нужно минимализировать путем организации отдельной для этого деятельности. Вы анализируете свои недостатки, ставите себе цели, как их можно снизить, как их можно сделать, ну, менее такими, явными, менее вредными и так далее. И анализируете свою деятельность, выстраиваете ее именно в контексте данной цели. И вот тогда ваша неуверенность в себе будет гораздо, гораздо меньше. Ваша неуверенность в себе будет меньше, и вы будете обретать все больше и больше веры в себя. Точнее, даже, это не будет вера, как на Гавайях. Это будет просто понимание того, что вы можете, понимание того, что вы хотите, ну, и так далее. Вот именно так вам и нужно поступать. Понятно, что это работа. Понятно, что сами вы, может быть, с этим не справитесь. Понятно, что вероятно, вы обратитесь к специалисту за помощью в этом вопросе. Но по-другому данный статус не решит. А если то, что происходит с вами сейчас имеет корни в детстве, тогда еще и детство тоже нужно будет разобраться. Потому что получается, что все, что я вам сказал, это, безусловно, полезно, но это не причина. Это следствие. следствие тех проблем, тех неверных установок, неверных понятий, которые у вас были в детстве. И ну, и вот это тогда в первую очередь меня. А это работает. И если вы на нее согласны, мы вам обязательно поможем. На этом все. Надеюсь, что я, по крайней мере, помог вам. если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров